приветствую всех это видео для конкурса блогера молчуню 2 о рюкзаках которые мы имеем которыми пользуемся у меня два рюкзака есть один из них большой грязный неуклюжий туристический и второй вот этот эдисер рюкзачок однолямочной компании 511 на канале блогера молчуню 2 есть замечательный обзор этого же рюкзака собственно после его обзора я купил себе такой рюкзачок только у него рюкзак светлый песочного цвета если не ошибаюсь у меня черный и может быть кому-то будет интересно посмотреть еще небольшую такую review этом же рюкзаке только черном цвете спасибо тебе большое за работу за твои отличные обзоры значит сразу скажу что рюкзачком я очень доволен он сделан из довольно толстого нейлона но не дубового как раз то что нужно есть может один или два момента которые мне может быть в этом рюкзаке неудобны но когда я его покупал я в принципе уже знал об этом предполагал я не по них расскажу немножко ну как бы в конце уже всего авто вот здесь есть два отделения побольше едва поменьше значит сразу можно сказать что этот рюкзак позиционируется с возможностью использования его в качестве подсумка для каких-то более серьезных больших рюкзаков поэтому спереди вот здесь панель полностью прошита моли креплениями с боков есть моли для того чтобы сюда можно было ли что-то более мелкое цеплять или его же опять же комплекте идут специальные ремешки для крепления этого рюкзака более большим и серьезным собратьем есть передняя панель большинство молнии здесь симметричная двухсторонняя чтобы можно было бы открывать его так первая панель сделана по типу органайзера здесь есть раз два три три таких достаточно больших кармана и раз два три четыре поменьше карманчика туда можно ложить ручки зажигалки там и так далее что-то такое есть два карабинчика пластиковые карабинчики для того чтобы можно было прицепить ключи фонарик или еще что-то ну вот я для объема положил большую пачку с охотничьими спичками сюда сюда влазит сюда может лезть и кошелек одновременно конечно сюда можно положить большую кошелек он сюда влазит сейчас мне неудобно пихать ну я думаю вы поймете объем кроме того здесь и лежат еще одни спички здесь лежат четки у меня ну то есть конечно что то здесь лежит из того что я ношу ежедневно а что-то я положил специально не для обзора просто сегодня я буду снимать еще обзор небольшой о разных средствах розжига костра вот спички то меня огниво есть и вот сейчас я положил сюда спички вот так с этой стороны два два карманчика сюда входит примерно вот такого размера может войти нож даже глубже большие глубокие карманы забыл сказать что здесь еще есть я думаю вы уже поняли что здесь еще на несколько лямок молли наши то есть липучка велкран то есть на которую можно какие-то патчи клеить дальше у нас идет карман скрытого ношения он весь прошит молли с одной стороны здесь конечно есть обратно то есть одна сторона прошита вот такой махровой до пушистой петельками пушистой такой панелью а с другой стороны просто чтобы она закрывалась есть две небольшие наши очки для для того чтобы можно было закрыть позиционируется для ношения там скрытого оружия я здесь ношу свой фотоаппарат сейчас у меня внутри но он сюда помещается еще покажу значит это очень удобно кроме того здесь есть петелька чтобы если рюкзак на вас можно было за петельку дернуть сразу все откроется у меня это не очень умело получилось потому что я практикую быстро как бы такое открывание есть следующее у нас основной отдел основной отдел в принципе вот что хорошо что открывается почти полностью то есть почти полностью переломывается рюкзак открывается можно вложить какие-то говорит на вещи можно запихивать можно открыть чтобы просто в темноте лучше разглядеть допустим было то что внутри значит здесь у нас с одной стороны у нас есть сетчатый кармашек у меня здесь лежит ручка пара флешек и внизу кармашек тоже на молнии но глухой сюда можно положить допустим паспорт он чуть чуть больше может поразмировать паспорт записная аппарату фотоаппарат кстати тоже я ношу каждый день может быть не каждый день я фотографирую но у меня постоянно при мне весь поцарапанный вот и с обратной стороны с противоположной есть карман который затягивается затягивается вот резиночка такой с карабинчиком но я думаю это для того чтобы во первых сюда можно было сложить что-то мелкое не открывать что-то такое мелко чем вы пользуетесь часто но допустим даже зажигалка или еще что-то ключи может быть опять те же самое то есть чтобы не открывать там закрывать постоянно молнию а с одной стороны это там все зафиксировано не вывалится на здоровье стороны мы могли быстро залезть сюда достать положить опять если пара порта лежит чем для мелочи которую вы часто пользуетесь она не рассыпалась мы тоже самое время бы хороший вы открыли достали и вы знаете что она вас быстро в доступе но она там не рассыпется в любой момент кажется все здесь по поводу внутреннего отделения здесь вот еще есть вот вроде бы как карман но это карман для очков который находится как бы вход для него находится другой стороны но сам карман это немножко неудобно очень удобная хорошая ручка здесь мне очень нравится то что эта сумка которая была китайская клон фэнбоя там не было ручки в общем было не всегда не всегда удобно здесь же очень хорошо носить его с собой вот таким значит здесь идет карман для очков внутри какой-то фиброй прошит микрофиброй какой-то мягенькой тряпочкой был у меня такой момент что я носил здесь несколько дней лампочку то есть дома перегорела лампочка не помнил не хотел запоминать там ее какие-то параметры диаметры тогда я положила сюда благополучно про нее забыл и проходил несколько дней рюкзак там и бился подав разные вещи кидался ну с лампочка ничего не случилось сейчас я здесь нашу камеру на которой сейчас записываю она поговорит им примерно как мобильный телефон очень хорошо сюда входит ну и выходит естественно думаю не самый последний здесь карман это карман который похож на как бы под гидратор сделан как в больших рюкзаках для гидратора тоже здесь есть толстая прошивочка типа поролона или что-то такое ну наверно просто чтоб удобно было носить чтобы ничего не давило там если допустим вы ходите бедной клетан там минимум одежды еще не давила никакие ребра там что если что-то лежит в сумке в рюкзаке но тем не менее это получился очень хороший защитный такой защищенный карман допустим для планшета все здесь планшет нашу входит очень хорошо примерно тоже чуть-чуть сам карман чуть чуть больше от этого получше очень удобно кроме того здесь есть такие вот типа полиуретановых нашивочек чтобы не скользила по одежде вот молчун говорил что у него все-таки скользит ну честно говоря я как-то не заморачивался специально не проверял видно или нет специально не проверял скользит или нет но тем не менее здесь есть и есть еще такие вот утолщение тоже для того чтобы это был определенный зацеп с одеждой есть вот такие петелечки чтобы менять ремень для правши или для рим левши я этим конечно не пользуюсь мне в принципе как-то по барабану на свою сторону носить ну и лямка сама то есть она регулируется есть такая петелька вот не знаю для чего может это просто действительно чтобы что-то вешать можно чтобы что-то дергать там если вы регулируете меняете длину все это снимается и есть отделение для телефона тоже с смоли прошитые нашитые нашитые вафра здесь карманчик для телефона сюда влазит вот телефон можно что-то попасть побольше сюда запихнуть там из 2 из 3 с петелькой с резиночкой с резиночкой но здесь вот есть какая-то петля я не знаю для чего она вот она типа как для пуговицы для какой-то может чтобы что-то пристегивать я не знаю если кто-то знает может кто-то мне подскажет вдруг я могу это использовать я не знаю как ремень отстегивается то есть его можно там как-то убрать снять полностью остается вот только этот хвост который в принципе можно выбирать вот вот этот карман который которым сейчас у меня планшет лежит и носить просто как сумку я правда опять же честно говоря не курсе зачем так надежно здесь вшит вот этот фастик с таким вот карманом может быть конечно защита чтобы допустим его нигде не придавить не раздавить не поцарапать может быть может быть опять же там есть какая-то дополнительная функция о которой я не подозреваю я сейчас это не могу вам сказать вот вот так вот скользко рюкзаке части вещей которые я не уношу очень легко одной рукой закидывается закидывается плечо за спину видно или нет если не видно я потом пересниму так он выглядит на мне с одной стороны мы привыкли что если мы носим рюкзак и чтобы нам что-то достать из него нужно его снять здесь очень удобно можно перевернуть из-за того что здесь симметричные застежки можно просто все очень удобно достать достал все застежки можно держать в таком виде доставать по мере необходимости с этим с ношением из доставания вещей лично у меня проблем никаких абсолютно а двух неудобных моментов для меня во первых все таки цвет цвет ну это момент такой в общем очень в какой-то степени может быть надуманный и в общем-то легко решаемый но тем не менее он есть значит из-за того что сумка черная вот я столкнулся с тем что чуть-чуть не хватает света где-то в помещении допустим уже тяжело там что-то в ней внутри как что-то мелко разглядеть особенно если это вещь черная какая-то или нож там может быть или еще что-то может быть не знаю меня что-то со зрением но если там допустим пасмурно и тёмное помещение то надо уже фонариком подсвечивать чтобы найти какую-то неприметную вещь сумки в рюкзаке пардон извиняюсь в рюкзаке и вторая вещь это то что здесь мало очень каких-то настроек так скажем то есть мало мелких карманов которые были были бы вынесены на периферию вот мы опять же может быть это просто сила привычки в той сумке китайской который ходил было одно большое отделение одно поменьше и куча куча мелких карманов на в которые просто мог все что угодно распихать и принципе не палится чтобы потом это все доставать каком-то центральном отделении здесь же сделано немножко наоборот есть допустим одно там два больших отделения в которые внутри много мелких карманчиков ну с одной стороны конечно это проще вшить эти карманчики они не надшивать какие-то вот уже вшитые вшитые как так сказать подсумки вот я столкнулся для себя что-то достать какую-то мелочь там я не знаю что угодно тот же мобильный или тот же даже любую мелочь которую в той бы сумке у меня лежала в отдельном наружном карманчике здесь мне нужно лезть в основное отделение то есть если это где-то в каком-то общественном транспорте я полностью открываю отделение там свое ковыряюсь доставаю достаю потом закрываю конечно если бы было что-то подобное с какими-то дополнительными карманчиками снаружи но сейчас те карманы которые есть их маловато то есть фактически наружных карманов здесь только два это вот это где планшет и для очков если бы сюда еще парочку карманов может быть по бокам или может быть сюда понятно что можно купить какие-то подсумки и да это самое да достроить так скажем конструкцию но если бы это было же вместе с сумкой пардон с рюкзаком для меня это было бы гораздо удобнее но это ни в коем случае не умаляет какого-то кайфа моего от этой сумки то что такое от этого рюкзака привыкся от этого рюкзака вот такой рюкзачок то такой ответ видео ответы или виду куба быстрому может быть я что-то забыл я прошу прощения дико извиняюсь ну вот так как есть все спасибо за внимание